Бокс. Яркий, зрелищный вид спорта собирает у экранов и возле ринга миллионы болельщиков по всему миру. В Славутиче бокс был одним из первых видов спорта, которому уделяли большое внимание. И даже сегодня славутические боксеры приезжают с различных соревнований с дипломами и медалями. Когда мы пришли в московский ФОК, ребята только что приехали с открытого международного турнира по боксу в Вишневом. Это уже третий традиционный международный турнир с боксом, присвященный Дням Места за поддержкой Левля Решедикова, мельского головы. И начинали мы действительно с одного масштаба, сейчас уже масштаб совсем другой, уже близко, ну, велика кілька участников боюсь ее назвать, бо планировали в одне, приехали еще больше. Дуже дякую Владиславу Стукленку, он действительно живет сын, и все делает для того, чтобы не только участникам было добре, но и жителям города и всей громады. И, как видите, не с пустыми руками. Приятное зрелище, а оценку славутическим боксерам, участникам турнира дает тренер. «Отбоксировали хорошо, на начало сезона тем более, отбоксировали неплохо. Турниры организовали Вишневым, уже международные, действительно, были страны Ирландия, Германия, Венгрия, Италия и Прибалтика, ну и Украина, естественно, 150 участников. Но что только они в два дня проводили, что тяжело, первый день закончили в 12 часов ночи боксировать. Все с медалями по четверкам, как бы было, что разбивали два дня турнир по четверкам. Но все в финал вышли нормально. Поехали перед областью побоксировать. У нас сейчас уже 15-го числа чемпионат области по юниорам, а потом 20-го уже по юношам, по младшим. То есть две области уже в сентябре сейчас». И пока пришедшие на тренировку спортсмены готовятся, мы пообщались с призерами турнира. У Алексея опыт боксерский пока еще небольшой. «Я занял второе место». «Второе место? Почему второе, а не первое?» «Ну, противник был трудный. Да, и надо физуху. «Физически надо побольше?» «Да, больше физической подготовки надо». «Ну ты уже понял?» «Да». Но с другой стороны, он проиграл чемпиона Украины. У Щукина-Дениса опыт побольше, поэтому и первое место. «В финале попался Ирпинский, ну, ниже меня ростом. Ну, да, ниже меня ростом был. В первом бою было сложнее всего, потому что я бился с германцем. «С немцем?» «Да». «Выиграл?» «Да, выиграл». «Дом Нинмарк» тоже имеет приличный опыт и неоднократно побеждал на различных турнирах. Понятно, опыт – вещь решающая, поэтому тоже победитель турнира «Вишнево». «Ну, поначалу было трудно, а потом легко». «Ну, судя по многочисленным флагам на ленточке, значит, там были иностранные боксеры». «Да». «Тебя с кем-то из иностранцев ты встречал?» «Противник из Венгрии». «Из Венгрии был?» «Да». «Ну, Венгрия – боксерская страна, но как?» «Да, получилось». «Получилось?» «Да». «А в финале с кем встречался?» «С противником с Чернигова». «С Чернигова?» «Да». «С соседей?» «Да». «Фактически». «Ну и как?» «Просто было. Во втором раунде технический нокаут. Да. Молодец. Ну, а ты вообще надеялся, что после того, как победил Венгрию, что в финале ты победишь вот так вот просто? Или ты думал, что дальше будет еще более сложно?» «Нет, после этого боя я думал, что только проще будет. Самый тяжелый противник». «Это самые серьезные соперники». «Да». И традиционно осенью, когда из США проводят наборы в различные секции. В секцию бокса тоже. «Ну, сейчас и набираем юношей с 7 лет и девочек тоже. С 7 и старше, потому что уже олимпийский вид спорта. Женщины и девушки боксируют. У нас уже в Украине проводится и по девушкам, и по юниоркам чемпионат Украины. Проводится уже Европа, мир. Ну, уже как олимпийский бокс был у мужчин, а сейчас уже у женщин то же самое почти. Поэтому набираем». «Что ты гарантируешь родителям?» «Будут здоровые дети, если будут тренироваться. Здоровые, сильные. Меньше за компьютером будут сидеть». «И еще и с медалями?» «Ну, как будут тренироваться и с медалями, конечно». «И несколько слов о нашем московском ФОКе. Тренировочный ФОК – один из лучших в Киевской области. Может, именно поэтому словучанин Станислав Скороход на профессиональном ринге сейчас продолжает выступать и имеет приличные достижения. Так что, поклонники бокса, мы приглашаем вас в московский ФОК». «22577 – это рабочий телефон московского ФОКа. Там все расскажут». «Звонить лучше после обеда с 14.00 и до 9 часов вечера».